Матвеев-Курган 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 И поэтому принято такое решение у нас с помощью главы администрации нашего района Рудковским Александром Анатольевичем и по поселку глава поселения Щиткова Галина Викторовна помогает нам в этом вопросе здесь вот по поселку осветить Пасхи не отходя от своего дома. Поэтому просьба всем понять нас правильно. Мы с болью в сердце, я с болью в сердце говорю эти слова, потому что всегда мы ждем вас в храме и всегда этот праздник был таким радостным праздником для нас. И мы встречали вас и были рады, что вы пришли, осветили Пасху здесь в храме, помолились совместно мы нашему Богу Иисусу Христу. Но я хочу вам сказать, что вы не отчаивайтесь, ведь у нас каждое воскресенье это считается как малая Пасха. И мы можем прийти, помолиться в любой другой день, кроме любого воскресенья после снятия вот этого карантина. Значит, организовали освящение Пасх будет в Матвеево-Кургане, вот по поселку. Одновременно начнут освящать пять священников. Поселок поделен на пять квадратов. Каждому священнику достанется определенный квадрат с улицами. И с 10 до 12 дня мы будем ездить по поселку и освящать Пасхи. Пасхи просьба всех организована выйти, дождаться. Впереди будет идти машина с рупором громкоговорителями, будет объявлять, что мы едем. Но при этом просим соблюдать все условия, которые требуются. Находиться на расстоянии полтора-два метра двух от друга. Если вы одна семья, то вы можете находиться рядом. Если вы соседи, то соблюдайте дистанцию. Все как положено, чтобы мы соблюли все меры предосторожности. Освящение Пасх в селе Колесниково будет с 12 часов, а в селе Ротовка с 13.00. Мы очень будем рады и признательны, если вы нас поймете в эту тяжелую минуту для нас тоже. Потому что мы всегда вас рады видеть и в нашей организации, вы знаете, что мы существуем и живем только на ваше пожертвование. То, что вы придете и принесете, благодаря тому, что Бог нам всем воздает. И мы приносим свои извинения, что в это тяжелое время не можем принять вас в храме. Потому что служба будет совершаться при закрытых дверях. В службе будут, допустим, не только священнослужители и те, кто имеет право соблюдать вот эти все функциональные особенности храма. И еще вы можете прийти, кто из такого доступа имеет, вы можете прийти, записочку оставить, свечечку поставить. В определенное время, соблюдая все санитарные нормы, вы можете это сделать. Это еще пока никто никого не ограничил. Но у нас службы, к сожалению, вы поприсутствовать не сможете. Мы будем рады очень, если вы нас поймете. И мы друженько все, когда мы будем ездить по поселку, по деревням. Там свои будут священнослужители освящать в каждом селе. Уже, видимо, извещение вы получили. Мы будем рады, если вы организованно все поможете нам это провести. Подготовитесь, чтобы мы приехали, не задерживались, осветили все. И поздравляем вас с праздником Воскресеньем Христовым. Желаем вам всем здоровья, благополучия. Молимся за всех вас, за всех наших жителей района, за всех православных христиан. И просим, Божечку, избавить нас от этого поветрия коронавируса. Всех благ и здоровья вам! Субтитры создавал DimaTorzok